Здравствуйте, Артур, и хочу ответить на ваши вопросы по поводу слоев, по поводу градиента, по поводу шаблонов. Давайте начнем с первого. Первое – это слои. Когда вы создаете новый файл, ну, к примеру, для печати, выбираем А4. Я его создала. У меня по умолчанию вот он, один слой. И слои – это такая вещь, которую вы контролируете сами. Программа автоматически их вам создавать не будет. То есть все, что я сейчас буду делать здесь, оно все будет у меня помещаться внутри одного слоя. И для того, чтобы мне создать новый слой, я должна попросить об этом программу и сказать, «Осоздай мне, пожалуйста, новый слой». Вот здесь вот есть чистый листочек, она создает новый слой. И он стал у меня активным, и теперь то, что я буду создавать, пойдет у меня на новый слой. Вот смотрите. Если я сейчас все вместе выбираю, то то, что у меня выделено красным – это верхний слой, а то, что у меня выделено синим – это нижний слой. При этом, когда у меня оба слоя активны, и я буду все выбирать, у меня будет все выбираться. Я могу, например, заблокировать один из слоев, и тогда у меня выберется только то, что на верхнем слое. Могу сделать по-другому блокировку. Могу поставить блокировку на верхний слой и выбрать только то, что на нижнем. Тогда смогу работать только с нижним слоем. Соответственно, они точно так же и… Ну, работаете вы с ними, вы можете выбрать и подписать, да, делаете двойной клик. Там, как у вас будет называться, нижний слой или что это там, основа, отстрочки, ну, то, что вам нужно. Это вы делаете руками. Программа автоматически вам это делать не будет. Так же, как блокировки и разблокировки. Если у вас уже есть какие-то объекты, вы можете их скопировать. Копироваться они будут по умолчанию на тот слой, который выделен. То есть я вот сейчас скопирую, у меня данный объект скопировался на тот слой, который был активным. А если же у меня произойдет такая вещь, что, видите, два слоя заблокированы, чистого слоя активного нет. Я начинаю копировать, и программа мне скажет, что вы пытаетесь вставить или перетащить объект на один или несколько закрепленных или скрытых слоев. Я говорю, да, разблокировать, и она мне разблокирует тот слой, на котором стоял, соответственно, ну, маркер мой. Это происходит по умолчанию. Слои вы создаете, слой создается надактивным. Вы их можете перетаскивать, перемещать местами. Ну, это все вот здесь внутри происходит, то есть один слой над другим вы можете менять. Соответственно, создавать активность, неактивность, видимость и невидимость. Все это создается руками в зависимости от вашей необходимости. Если я сейчас, смотрите, вот у меня на разных слоях, давайте я пуговку сейчас на другой слой перетащу, я ее копирую и вставляю. Вот у меня три слоя, на трех слоях у меня что-то есть. Я сейчас разблокировала все слои, выбираю все, что у меня есть, и прошу это сгруппировать. Автоматически все объекты собрались на один верхний слой. Это предусмотрена программа. И видите, все выделение стало зелененьким, потому что у этого слоя активный слой выделения, цвет выделения зеленый. То есть можно еще и по цветовой классификации понимать, на каком у вас слое. Потому что видите, когда оно выделяется, здесь зеленым, здесь красным, здесь синим. То есть это помогает мне определить, что эти объекты находятся на разных слоях. Это просто подсветка, ну, выделение моего объекта. Таким вот образом работаю со слоем. Если вам не нужен слой, я хочу его удалить. Вот здесь у меня есть корзиночка. Я выбираю. Хочу удалить? Да, удаляю. И удаляется слой со всеми объектами, на нем находящимися. Распределение по слоям – это ваша личная задача. Как вы будете? Может быть, у вас на каждом новом слое слой эскиз. Может быть, у вас на каждом новом слое слой какая-то, ну, вот, то, что вы смотрели, да, в уроке по слоям. Своя какая-то тема. То есть на одном основе, на другом – заливка, на третьем – строчки. Деление делается лично вами. Я, например, когда рисую эскизы, я их обычно растягиваю на несколько слоев, чтобы мне удобно было работать где-то с тенями, где-то с отстрочками, где-то с заливками. Но потом, когда я собираю ассортиментную матрицу, то есть много эскизов в один, я все слои схлопываю в одну группу. То есть выбираю все объекты, которые относятся к данному эскизу, схлопываю их в единую группу, и эскиз становится на одном слое единой группы. И уже если мне нужно с ним проработать, я захожу в режим изоляции множественно и работаю с тем блоком, который мне нужен. Это моя техника работы. Вы можете делать немножко по-другому, это зависит от вас. И когда у вас, например, 50 эскизов на листе, удобнее, чтобы у вас было 50 слоев в каждом эскизе на своем слое. При этом вы можете дезактивировать все остальные слои, поставить замки на них, активировать нужный, поменять в эскизе все, что вам нужно, заливки, размеры, все-все-все. Опять его заблокировать и работать с общей группой. Позволяет очень так динамично делать. Кто-то работает в одном слое, кого-то это устраивает. Зависит от надобности. По поводу градиента в тексте. Давайте сразу еще один момент. Вот вы написали какой-то текст. Неважно, какой сейчас вопрос не в художественной его ценности. Соответственно, вот у меня есть градиент. Для текста он не срабатывает. Тексты вы не можете заливать градиентом. Что с этим можно сделать? Я вам показываю эту функцию, вы просто их не соединили. Выбираете текст правой кнопочкой мыши. Вы делаете. Преобразовать в кривые. Все, текст стал кривым. И теперь вы можете его залить градиентом. Программа не может шрифты заливать градиентами. Вам нужно сначала шрифт перевести в векторные объекты. И тогда эти векторные объекты вы сможете залить любой заливкой. Но имейте в виду, что после того, как вы шрифт перевели в кривые, редактировать его как текст вы уже не можете. То есть это у меня отдельные объекты, которые я могу растаскивать. То есть каждая моя буковка стала своим векторным объектом. И уже отредактировать как текст, если вы вдруг обнаружили там ошибку, вы не сможете. Это действие, оно безвозвратное. Вам нужно сохранить исходник, в котором есть текст. И уже потом делать дополнительный момент. Но вот таким образом удобно собирать логотип. То есть когда вы берете какой-то исходный шрифт, исходный текст, и после этого работаете непосредственно с его частями. Можете видоизменять букву, можете работать с этими контурами, куда-то растягивать, тянуть. Просто для примера. Это удобно для логотипа. Но это уже не текст. Это уже кривые. Просто вы при помощи шрифта рисуете какие-то контуры. По поводу шаблонов и болванок. Еще один был вопрос. Есть у меня подборка на Пинтересте. Вы можете ей свободно пользоваться. Это подборка с простоев интернета. Соответственно, здесь есть растровые картинки. Это все растры. Тот, который вам нужен. Здесь есть детки, здесь есть взрослые, дяди, тети, мальчики, девочки. Есть беременные женщины, есть мужчины для технических рисунков. Есть девочки в разных позах. То, что вам нужно, вы можете взять, соответственно, сохранить картинку, открыть ее в Adobe Illustrator, подложить ее под слой и, соответственно, на нем рисовать. Более детально у меня есть видео, как подкладывать шаблон. Можете посмотреть. Это в марафоне по отрисовке женской базы. Вы сейчас дойдете в этот курс и потом его берите. Он в открытом доступе находится. И отрабатываете там 6 эскизов, как отрисовывать плюс моделирование. Так что вот они, кстати, эти болванки предотемплейт. Можете вот здесь их открыть прям. Они у меня просто собраны. Ну, соответственно, правой кнопочкой мыши сохранить как картинку. Сохраняете ее. Ну, давайте покажу на рабочий стол. Имейте в виду, про этот темплейт платный. И как бы я не уверена, что для коммерческих нужд это возможно использовать. Так, на правую кнопочку мыши открыть с помощью. Ну, Adobe Illustrator. Вот она у меня открылась. Смотрите, в образце у меня стали пустые. Поэтому для того, чтобы дальше корректно работать с данным документом, создаем новый документ. Для чего? Для печати или для интернета. Зависит от ваших целей. Копирую сюда. Вот у меня получился шаблон. Захожу в слои. Соответственно, блокирую слой, на котором у меня эта картинка. И создаю новый слой, на котором буду рисовать. Зачем я это сделала? Смотрите. Во-первых, у меня появилась полная панель образцы. То, что она вот пропадает, когда я открываю растровое изображение. Потому что программа не понимает, что здесь есть какие-то цвета. Плюс ко всему, когда я ее поместила на нижний слой, теперь, чтобы я тут сверху не рисовала, давайте, неважно чем, кистью, да, я. То это, во-первых, не будет никак трогать мою болванку. То есть она вот как была, так и останется. И если я захочу что-то редактировать, то болваночка опять у меня останется неизменная. Но я всегда могу войти в слои и отключить видимость нижнего слоя, на котором находится мой шаблончик. Ну, либо же, если мне что-то надо сделать, я могу его активировать и войти внутрь. То есть это именно такой момент, когда вы часть изображения блокируете, и она у вас не может каким-либо образом зацепиться. Ну, если вам нужно куда-то это использовать, а этот template вас не нравится, ну, закрасьте вы, в конце концов, вот эти кусочки там беленьким, да. И все, у вас не будет видно, откуда взят этот шаблон. Закрасили, опять же, сюда заблокировали и рисуете дальше. Ну, это, к примеру, как это можно делать. Еще есть шаблоны. Сейчас у меня пока только один, но я выложу еще. Вот мой сайт. Прямо заходите в fvdesign.org, и есть здесь шаблоны. Можете скачать шаблон для технического рисунка. Я на нем часто рисую, получаются очень красивые модели. Прямо скачать шаблон. Он будет PDF-ный формат, прекрасно открывается в Adobe Illustrator. И в векторное у вас будет шаблончик. Надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. Продолжайте работать. И жду продолжения. Кстати, у вас скоро должно быть задание по олимпийским кольцам. Над ним надо сесть и очень внимательно подумать. Не искать ответ в интернете, а подумать. Потому что это задание ставит в голове алгоритмы Adobe Illustrator. То есть, если вы его продумали, если вы его сами сделали, проблем общения с программой Adobe Illustrator у вас не будет. Потому что она выстраивает именно алгоритм того, что я должен сделать. Дерзайте. И до скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует.